Друзья мои благомудрые, всем доброе утро! Итак, в рамках нашей недельной темы для медитации, для размышления, а именно иньян в жизни на каких-то практических примерах, предлагаю вам рассмотреть, как это работает в ходьбе, в вашей ежедневной духовной практике в виде утренней прогулки. Давайте посмотрим, вот я даже там видео выложил, можете посмотреть, то есть вы идете и в какой-то момент, обратите внимание, как ваш один шаг переходит в другой шаг, то есть один шаг начинается, вот это расширение, наполнение, начало шага мы видим, потом мы видим восстановление, середина, переполненность этого шага и завершение этого шага и сразу же переход в следующую статью, где в конце первого шага, скажем так, который мы рассматриваем, зарождается второй шаг, а именно начало второго шага, середина, то есть развитие, становление, прям вот он полный уже, вот шаг уже сделал, совершён и завершение этого шага, когда он уже переполнен, дошел до своего предела и он завершён, он полностью исчерпан, второй шаг и вот там в завершении начинается, то есть второе, следующее движение, опять третий шаг, ну или первый шаг, смотря как рассмотреть, какие границы ставить, какие рамки, какой контекст смотреть, еще более детальней, то есть я понимаю, что для того, чтобы это рассмотреть, нужно немножко скорость своей ходьбы сбавить с обычной, обычно мы ходим со средней скорости, даже чуть выше средней, то есть как паровоз такой, двигаемся вперед, здесь немножко можно сбавить, для того, чтобы это повнимательнее рассмотреть, даже вот прям до минимума прям скорость, вот смотрите, когда вы ставите вперед левую ногу, сначала ставится пятка левой ноги и там на этой на левой ноге еще не весь вес, затем продолжаете переносить вес и вы ставите ногу на всю стопу, на середину стопы, то есть вес уже на середине стопы и вот здесь уже шаг, он близок к завершению и когда идет перекат на носок, вот здесь в этом движении уже начинается второй шаг, он как бы подхватывается, где бедро сзади стоящей ноги начинает приводиться и идет одновременно с переносом веса на носочек, идет вынос правой ноги вперед и повторяется этот цикл, то есть уже идет как бы вторая часть, да и вторая половина или противоположность первого шага, но такой же второй шаг, потому что мы сейчас условно договорились о том, что у нас есть левая нога и правая нога, но это же все условно, то есть мы можем начинать отсчет с правой ноги, а потом левой ногой и вообще само по себе это название левая нога или правая нога, это же тоже просто некие термины для обозначения вот того, что происходит именно в данном конкретном моменте, а другого момента у нас нет, поэтому рассматриваем и так когда выносится правая нога вперед, второй шаг, происходит примерно то же самое, то есть сначала вес ставится на пятку, он переносится на пятку, касание с опорой на пятки, в это время левая нога, которая сзади уже оказалась, она разгружается с пятки на носок, такой идет перекат и одновременно правая нога перекатывается с пятки на носок тоже и переходит следующее движение, то есть в каждом шаге есть инерция, которая рождает последующий шаг и несмотря на то, что в этом инь-ян могут рассматривать как борьбу противоположностей и здесь есть как в этой динамике, они как бы противостоят друг другу, но в этом противостоянии можно также увидеть взаимодействие и совместное творчество и передача вот этой вот инерции движения в этой динамике, в этом и процесс из этого рождается, понимаете, это и борьба и взаимодействие одновременно, вот такой еще и нян здесь на более глубоких слоях можно рассмотреть, благодаря которому и происходит этот процесс, это движение, от развития от начала через становление и исчерпание себе и завершение и в завершении, где на пределе, начинается новое движение, противоположное другой стороне, как бы, вот на примере ходьбы мы рассмотрели и вот так вот пробуйте двигаться, потом можете добавить немножко скорости побольше, когда вы это все уже уловите и посмотрите как это работает, левая нога вес на ней полностью, правая нога вес на ней полностью, то есть чем скорость ходьбы быстрее, тем, конечно же, в эти все стадии их сложнее замечать, но однозначно вы можете заметить, что при шаге на левую ногу мы туда полностью переносим вес и когда полностью перенесен вес, ну то есть дальше уже все, уже нету ничего, что еще можно добавить, это уже избыточно, а по инерции идет движение вперед и выносится следующая нога для опоры, но чтобы не упасть, да, то есть вот эта балансировка, она постоянно присутствует и как раз и борьба противоположностей и взаимодействие вот этих как бы противоположностей просто нужно для поддержания вот этого равновесия, вот ведь какой еще парадокс, то есть несмотря на то, что это движение, в этом движении, вот вам еще один слой иньян, сохраняется покой, ну баланс имеете ввиду, да, равно покой, равно баланс, равно равновесие в движении, благодаря движению и благодаря вот этому покою и равновесию и осуществляется опять же, да, как противоположное действие, ходьба, движение, падение, видите, как через просто наблюдение за жизнью, а тем более это ежедневная практика, можно рассматривать вот такие глубокие вещи, которые содержатся, ну просто в каждом явлении, скажем так, да, в жизни, присутствуют как некий универсальный принцип бытия, где мы можем в какой-то момент вычленить, здесь вот борьба идет, а следующий момент смотрим, это же взаимодействие, а следующий момент смотрим, здесь есть движение, и вот это вот все в совокупности, ну в общем-то, вот так оно происходит, жизнь, здесь мы видим и покой, и движение, и равновесие, и потерю равновесия, понаблюдайте еще раз, шаг левый, шаг правый, левый, правый, можно даже для себя, чтобы настроиться на вот эту вот тему размышления, наблюдения, как работает принцип инь-ян в ходьбе, можно использовать простые, такие как бы разминочные движения для входа в это, да, такую разминку, для погружения, а именно левый, правый, левый, правый, прям вот озвучивайте про себя, можно вслух проговаривать, можно про себя, левый, правый, левый, правый, левый, правый, и потом потихонечку начинаете убирать это проговаривание и смотреть, как происходит процесс, где его начало, где его конец, то есть можно сначала, поначалу можно смотреть именно на начало и конец, или просто начало, опять же, такие вставочки, опять же, такие еще контексты внутри контекста, рамочки внутри рамочек, то есть как бы разбиваем это движение, да, можно просто смотреть начало, начало левой, начало правой, начало левой, начало правой, движение, потом смотрим конец этого движения, смотрите, левый заканчивается, правый заканчивается, левой и вот этот конец тоже подхватывать потом смотрите серединку между этими моментами между началом и концом и потом потихонечку вот эти вот стадии как вы видите целиком как это все развивается заканчивается зарождается заканчивается а потом смотрите как из одной стадии процесс инь-ян то есть мы по отдельности смотрели а теперь мы смотрим вместе как из одного процесса происходит начинается другой процесс и все это во взаимодействии одно вытекает из другого то есть в шаге левой ногой уже содержится как потенциал как возможность для шага правой ногой а в шаге правой ногой содержится потенциал для шага левой ногой потому что есть определенная инерция ну вот вес который вы просто направляете опять же чем вы его направляете да и направляете ли вы но вы можете это пронаблюдать это как бы намерение да вот сознание и начинает это тело двигаться и это движение сюда подключаются вот такие вот механизмы движение как это происходит в которых вы можете увидеть двойственность дуализм противоположности крайности имьян и от частного к общему от общего к частному ну вот тут уже можно вспомнить какие-то до основа философии будет анализ и рассмотреть разделить совместить и все это вместе целиком увидеть вот так друзья какие у вас наблюдения какие у вас впечатления по поводу вот инь-ян как вы видите то в жизни мы рассмотрели вчера позавчера там и про сон бодрствования да например и про вдох выдох да например и про любовь и ненависть где есть притяжение и отторжение так ну и вот сегодня на примере ходьбы какие-то может быть у вас есть тоже наблюдение впечатления вот юра там пишет спасибо огромное марат тоже наблюдает оля прекрасно тоже да все это видит и какие-то иллюстрации там даже приводит особенно знак где вход и выход это же гениально дверь которая может являться как входом так и выходом и для кого-то это может быть фото для кого-то может быть выход смотреть какой точки зрения это смотреть слева справа снизу сбоку сверху опять же это все условные какие-то вещи понимаете поэтому эта дверь это же тоже как некая конструкция которая создана опять же умозрительно где-то дверь на самом деле существует ли она сама по себе ну вот как самосущая дверь вот если убрать дверь опять же дверь она благодаря чему существует обладает существует как нечто открывающиеся до благодаря стене которая не что закрывающие вот есть стена перегородка как бы разделяющие это единое пространство и в этой стене делящие разделяющие появляется дверь которая как бы впускает тебя или выпускает это уже смотри опять же смотреть да я выхожу отсюда или я захожу туда но если бы не было стены не было бы двери не так ну вот так друзья все давайте на связи всем желаю любви счастья освобождение от страданий от раздражений от гнева от жадности все всем привет обнимаю а